Дорогие друзья, всем привет! С вами снова Александр. И давненько я вам не рассказывал о чем-то действительно стоящем премиальном сегменте в категории 1, 2, 3. Это кресло от компании Ricard. Моделька называется у нас Toria Elite. Эллайт версия, она еще бывает в обычной версии, и они отличаются немножечко тканью и расцветке. У них отличаются. Но что в обычной версии, что в Elite версии, ткани и материалы и расцветки очень прикольные, что там есть, что здесь. Вот, кстати, мне вот очень нравится этот цвет. В Porsche Cayenne иногда люди берут, у кого вот такие вот подобные необычного цвета салоны. Вот, ну, последний раз, последний, по крайней мере, в Cayenne девушка покупала. Вот, и с расцветками действительно все хорошо, и с тканями тоже. Вот, это кресло категории 1, 2, 3. Это с 9 месяцев до 12 лет, соответственно, можно эксплуатировать. И ребенок пока маленький, он, соответственно, у нас пристегивается пятиточечными ремнями до метра роста. И сразу о безопасности, вот я к чему это все говорю, поговорю, какие здесь системы использованы для этого. Кстати, оно соответствует самому последнему и самому эффективному стандарту iSize. Этот стандарт, так называемый, он очень требовательный к уровню безопасности кресел. Там, если кресло получает этот стандарт, оно по умолчанию, ему по умолчанию можно доверять ребенку, потому что там все жестко проверяется и эффективно. Поэтому, все хорошо. Что касается фишечек по безопасности системы, которые увеличивают этот самый уровень безопасности. Здесь есть система Hero, фирменная, рекаровская. Так вот на ремешке и написано Hero. Это накладки специальные, которые выполнены из, я не знаю, что это, как будто клей здесь, но это не клей, естественно, не оставляет ничего следов, но он абсолютно не скользит. Это нужно для того, чтобы при ДТП меньше скользил ремень на плече, потому что ремень тоже сильно, достаточно травмирует ребеночка. Здесь есть такая система. Сам каркас, естественно, выполнен из самого высокого качественного пластика. Вот, все пружинит как надо и гасит энергию дару очень хорошо. Соответственно, также установлена, как вы видите, система, называется Advanced Side Protection. Это фирменная система тоже Recaro. Бренд, да, она нужна для того, чтобы при боковом ДТП, кстати, эти штуки ставятся с двух сторон. Они сейчас здесь обе одеты, но вы ставите ее, как хотите, конечно, но с салона не обязательно, она там не нужна, чтобы место не съедало. Но со стороны двери обязательно ставим, потому что при ДТП эта штука гасит энергию удара, берет часть энергии удара на себя, рушится и потом уже переходит энергия у нас удара на каркас. Поэтому у нас еще дополнительный элемент защиты присутствует. В общем, с безопасностью, друзья, здесь все очень хорошо, все нормально, к этому мы возвращаться не будем. Сейчас давайте сначала о комфорте поговорим, о ткани, а потом уже о стальном. Соответственно, ремни пятиточечные, напоминаю, это для маленького ребенка, до метра мы их используем. И потом в ход уже идут взрослые автомобильные ремни. Сразу вам покажу, как крепится ребенок, когда подрастет. Все точно так же, как у нас пристегивается взрослый человечек. Вот тут и в направляющем, в подголовнике есть, точнее говоря, в подголовнике есть направляющий, в котором обязательно проводим ремень. Ремень, иначе смысла во всем этом нет. Он нужен для того, чтобы при ДТП ремень никуда не делся и не попал на горло. И по той же самой причине, чтобы он не попал на горло, нужно регулировать подголовник по высоте таким образом, чтобы вот расстояние от плеча и подголовника было не больше двух пальцев, желательно не меньше одного, а иначе вот опять же горло. Поэтому вот это вот как золотое правило для себя запомните и никогда не пренебрегайте этим моментом, потому что это очень опасно. Так, вытаскиваем. В общем, как пристегивается ребеночек, мы разобрали этим ремнем, когда уже после метра, этими ремнями до метра. Также для малыша здесь есть вот такой вот матрасик. Давайте его вытащу и так покажу. Патрасик для маленького, он дышащий, с дополнительными боковыми подушечками. Сразу забегать чуть скажу, что многие родители ищут просторные большие кресла, чтобы еще сильно наклонялось. Друзья, неправильно, вы не то делаете немножко. Смысл кресла в защите ребенка при ДТП, чтобы сохранить ему жизнь и как можно меньше травм, чтобы ребенок получил. А для этого нам нужно, чтобы в кресле ребенок был максимально зафиксирован и при ДТП, чтобы у него не было большого расстояния от ребенка до сидения, чтобы он меньше бился. Поэтому ребенок должен быть максимально прижат. Для малыша совсем здесь играет роль вот этот вкладыш с дополнительными вот этими вкладышами по бокам. Вот. А само кресло вообще Recaro, если вы посмотрите вообще все кресла от этого бренда, вы увидите, что ребенок достаточно глубоко внутри сидит. И у него много кресла по бокам, потому что при боковом ДТП стекла элементарно автомобиля тоже летят, могут травмировать ребенка. И здесь ребенок как в коконе, глубоко сидит. Поэтому вот не ищите вот таких вот просторных кресел, где ребенок типа в комбинезоне должен сидеть, помещаться. Друзья, нельзя ездить в комбинезонах. Это небезопасно. Есть тесты, которые проводили, и вы можете их найти, погуглить в интернете и убедиться в том, что не работает кресло с комбинезоном, друзья. Поэтому я надеюсь, этот вопрос мы с вами закрыли. Кстати, кресло у нас 76 сантиметров до 105. Вообще используется у нас с пятиточными ремнями. И вот здесь даже это написано и от 100 сантиметров до 150 автомобильным ремнем. А вот этот вкладыш, ну так рекомендует производитель, чтобы его использовали с 76 сантиметров до 87. Но его убирайте уже, смотрите, по ребенку. Мешает, убрали. Раньше, позже, вообще без разницы. Вот. Что касается комфорта, здесь очень классные ткани. Они гипоаллергенные, дышащие. Сам каркас тоже здесь сделан с перфорацией. Вообще у Рикаро их фишка, они делают каркасы с внутренними каналами воздушными, чтобы воздух гулял. И поэтому вот эти все сеточки, это не фактфикция, а именно рабочий элемент, чтобы меньше прел ребенок. Что касается ухода за тканью, стираем до 30 градусов, чтобы он не сел. То потом обратно не оденете, друзья. Так, что касается наклона. Вот я уже показываю. Соответственно, вот у нас угол наклона при движении с максимальным наклоном. Этого угла достаточно, чтобы ребенок уснул и у него голова вперед не свисала, друзья. Не надо искать кровати, которые ложатся по ходу движения. Так не бывает, это небезопасно. Есть четкие нормы, где вот этот угол наклона, он максимально допустимый. Все. Вот. Соответственно, из приятности еще. В этом кресле встроены в подголовник наушники, друзья. В комплекте идет вот такой кабель AUX, называется. AUX, я не знаю, как правильно. Вот. На одном конце мы подключаем какой-то гаджет, на другом подключаемся к креслу. И у нас в подголовнике наушники сразу активируется. Здесь не колонки, друзья. Здесь просто реально наушники, динамики. Он не орет, что вы там будете слышать. Тихо. У него, у ребенка здесь будет звук хороший. Но вы этого слышать не будете. Синий трактор вас не достанет в дальней дороге. Поэтому вот такой вот элемент комфорта здесь есть. И вспоминая, друзья, цену вот этого кресла, как вот премиум сегмент. Это смело премиум сегменту я отношу. Я не знаю, вот таких фишечек, кто вам еще даст за эти деньги. Напоминаю, ссылка внизу на мир автокресел в описании. Так, что касается крепления, друзья. Здесь у нас установлена система Isofix. Сейчас его отстегну, а то я его пристегну. Вот. Это металлические салазки, которые выезжают из кресла. И вот такой якорный элемент здесь есть. Нам нужно, соответственно, пристегнуть на Isofix. Тут все очень просто. Щелчок, щелчок. И вещь, на которую многие родители забивают, совершая огромную ошибку. Потому что кресло недоустановлено без якорного ремня. У кресла должно быть две точки крепления. Сверху и снизу. А иначе это не работает. Поэтому эта вещь фиксируется у нас в седании за подголовником. Есть скобка металлическая. А если какой-то другой кузов, то за сидением, на спинке сиденья такая же металлическая скобка. Фиксируем, натягиваем. И кресло, как вкопанное, у нас фиксируется с двух сторон. Сверху и снизу. Это очень хорошо. Так должно быть, короче говоря. Крепите обязательно так. Спереди, естественно, вы на автомобиле не поставите. Даже если у вас есть изофикс, там нет обычного якорного ремня. Если я ошибаюсь, чего-то не увидел когда-то, напишите в комментариях. Но изофикс спереди бывает на ваговских машинах. Я это видел. Но якорного там не видел. Соответственно, по крепежу мы с вами все разобрали. Мое короткое мнение, друзья. Минусы, как вы заметили, я особо и не назвал. По той простой причине, друзья. Потому что, учитывая стоимость этого кресла, мне очень сложно вообще что-то предъявлять. Потому что за премиум, за такую цену, ссылка внизу в описании, придите, посмотрите. Друзья, его конкуренты Нидиоландов, немцев, они ощутимо будут подороже. И по факту-то особо ничем и не лучше. Не хуже, естественно. Точно, но это очень конкурентоспособная цена. Со своими фишками, плюшками, с очень хорошей, удобной посадкой. С дышащим корпусом, с наушниками, в конце концов. Вот. И, как по мне, по дизайну у Recaro все супер круто. Отлично выглядит. Стильненько, строго. Вообще, в общем, все хорошо. Поэтому минусов нет, друзья. Для эту стоимость их просто нет. Поэтому внизу ссылка в описании есть. Пройдите, посмотрите эту ссылочку. А я лишь хочу пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор кресла для вашего ребенка. И удачи на дорогах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok